Добрый вечер, в эфире Вести Чуваша, в студии Елена Михайлова. Смотрите в этом выпуске. Отправиться в путешествие по стране и при этом вернуть часть потраченных на путевку денег. В России продлили программу туристического кэшбэка. И для растений полезной природе не вредит. Семья из Маргаушского района налазила производство биогумуса, экологически чистого продукта из народа. Работает даже выходные. Обитатели столичного зооуголка Ковчег ждут встречи с детьми и взрослыми. Уже традиционно с первых дней Нового года законы в стране меняются. Появляются новые поправки и правила. Какие изменения в связи с этим ждут в этом году автомобилистов и выпускников школ в сюжете Екатерины Храмкиной. С этого года, чтобы получить водительское удостоверение, придется сдать анализы на алкоголизм и наркоманию. А вот техосмотр автомобилей перестал быть обязательным. Однако это не касается пассажирского и служебного транспорта. В остальных случаях водители самостоятельно могут решать, нужно им проходить ТО или нет. При этом в Чувашии стоимость техосмотра станет дороже впервые за последние 7 лет. Больше, чем на сотню рублей. Уже в январе за специализированный осмотр легкового автомобиля придется заплатить 557 рублей. Несмотря на то, что цифры в пределах аналогичных показателей в других регионах, в Министерстве транспорта Чувашии отмечают. О повышении данного тарифа попросили предприниматели, которые выдают талоны об осмотре и диагностическую карту. При этом с 1 марта 2022 года на водителя вводится административная ответственность за управление транспортным средством, на которое не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск машины к участию в дорожном движении. Штраф за это нарушение составит 2000 рублей. Также впервые в истории водители смогут штрафовать друг друга. С помощью приложения «Народный инспектор» на телефоне россияне будут фиксировать нарушение ПДД самостоятельно и выписывать штрафы лихачам или тем, кто бросает мусор из машины. Владимир Путин поручил внедрить такую систему до 1 июня. До этого времени Кабмин должен будет успеть внести необходимые изменения в законодательство. Больничные листы с этого года будут выдаваться только в электронной форме. Бумажные останутся в виде исключения лишь для лиц, сведения о которых составляют государственную и иную охраняемую законом тайну, а также для тех, в отношении кого реализуются меры государственной защиты. Более того, теперь работник вообще может не уведомлять работодателя о том, что ему открыт больничный. Информация из поликлиники поступит в ФСС России, и тот сам сообщит работодателю. Поэтому учреждениям необходимо обязательно подключиться к системе электронного документа оборота фонда. Коснуться изменения и школьных экзаменов. В 2022 году на выполнение заданий ЕГЭ ученикам выделят меньше времени. Например, экзамен по истории и обществознанию проведут за 180 минут вместо прежних 235. По одним предметам увеличится количество заданий, по другим уменьшится. Екатерина Храмкина, Вести, Чувашия. Вернуть деньги за отдых в России продолжается программа туристического кэшбэка. Отмечу, за путешествия по стране можно вернуть до 20 тысяч рублей. Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кэшбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно. Таким образом, мы охватываем всю вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха. Весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки. И, конечно же, это время подходит для здоровительного и санаторного отдыха. Напомню, для того, чтобы принять участие в программе, российские туристы должны выполнить несколько простых условий. Первое – приобрести тур или проживание в гостинице на срок не менее двух ночей. Причем минимальная стоимость путевки не ограничена. Но максимальный кэшбэк в любом случае составит не больше 20% от стоимости путевки. Второе – оплатить путешествие надо будет картой «Мир», куда и поступит часть стоимости тура. Третье – зарегистрироваться на сайте мирпутешествия.рф. Кстати, чтобы получить возврат, обращаться никуда не требуется. Деньги на карту придут автоматически. Отмечу, с начала 2021 года программой туристического кэшбэка уже воспользовались около 2 миллионов россиян. В селе Чемеево Маргаушского района семья Афанасьевых занялась производством биогумоса с помощью червей. Это второе хозяйство в Чувашии, которое заинтересовалось вермикультурой. Новое для себя дело они начали осваивать 4 года назад, после многолетнего введения животноводства. Об экологически чистом удобрении и дальнейших планах семьи Афанасьевых узнала наша съемочная группа. 14 лет назад семья Афанасьевых купила заброшенную ферму и вновь вдохнула в нее жизнь. Они стали заниматься разведением кур и свиней, а 4 года назад в большом хозяйстве появились козы и овцы романовской породы. Тогда-то глава семейства Александр Афанасьев и решил начать производить биогумус из навоза, который здесь накапливается очень быстро. Из такой, скажем, соломинки через полтора года вот такая черная земля становится. А через два года почти полностью готовые продукции уже гранулами, уже после сортировки у нас уже готовые продукции производят. Там биогумус. Дочь Александра Афанасьева, Алина, когда получила высшее образование, решила вернуться в деревню и развивать семейный бизнес. Девушка считает, что биогумус в будущем будет очень востребован. Ведь вектор развития республики намечен на производство натуральной и экологически чистой продукции в регионе. А ценность биогумуса в 10 раз выше, чем у навоза. Впрочем, на природное удобрение уже сейчас есть хороший спрос. В прошлом году многие у нас брали биогумус, и фермеры, и сельские жители, прям хорошие говорят. И сейчас уже начинают брать и для цветов, и для саженцев. Очень много нужно полезностей. Первый блин не оказался комом. В прошлом году фермерам удалось произвести из навоза около 300 тонн экологически чистого удобрения. А в этом году экспериментаторы планируют расширять площади. Хотят построить еще одно здание для того, чтобы черви могли выполнять переработку навоза в тепле и проветриваемом помещении. Вот это уже получается у нас готовая продукция. Через два года получается такое хорошее удобрение. Уже оно для цветов, для растений самый питательный элемент получается. Из тонны выходит 500-600 килограмм биогумуса. За биогумусом в Чемеево уже приезжали и из Нижнего Новгорода, и из Москвы. Но на этом фермеры не намерены останавливаться. География продаж может быть намного шире, уверены Афанасьевы. Тогда и рабочих мест для местных жителей в хозяйстве будет больше. А недавно Александр Аркадьевич окончил школу фермера по рыбоводству. На территории его хозяйства в 2000 гектаров есть пруд, где фермер намерен применить полученные знания на практике. Екатерина Храмкина, Алена Артемкина, Дмитрий Макаров. Вести. Чувашия. Продолжаем выпуск. Студенты Чуварского госуниверситета имени Ульянова стали победителями седьмого всероссийского конкурса «В движении», который проходил в Краснодаре. Среди 150 групп творческая команда «Иммортал» прошла в суперфинал и стала лучшим студенческим танцевальным коллективом страны. С обладателями престижной награды встретилась Екатерина Орлова. Коллектив «Иммортал» на сцене можно сказать недавно. В прошлом году руководитель студии Кристина Шурякова решила объединить танцевальные силы различных факультетов ЧГУ и создать группу мощнейших танцоров. Ей хотелось, чтобы каждый талантливый артист нашел свое место и смог развиваться среди таких же сильных, как и он. Попасть в ряды коллектива не так просто. Сейчас в нем всего 10 человек, которые когда-то смогли пройти жесткий отбор. Мы устраивали кастинг, куда мог прийти каждый абсолютно любой желающий. Умение танцевать прежде всего. Обязательно желание, горящие глаза. Это самое первое, самое нужное, самое важное. Победа в конкурсе в движении далась не сразу. В прошлом году команда «Иммортал» состязалась в этом же проекте с лучшими студенческими танцевальными группами. Но тогда на подготовку номера не хватило времени. В итоге он оказался сырым, считают участники. А вот в этом сезоне на отработку нового танца ребята бросили все силы. Репетировали и днем, и ночью. Благодаря желанию и усердию всей команды одержали победу. Более того, каждый танцор сумел вжиться в свою роль. Этот факт тоже сыграл огромное значение, считает участник коллектива Алексей Колосов. Мы как раз-таки прочувствовали номер. Потому что одно дело его технично заучить и показать, а другое дело передать его на сцене, показать эмоции, чтобы зритель поверил и вместе с тобой прошел этот путь от начала номера и до его последней точки. Танец, который высоко оценили судьи конкурса про первую любовь. В нем есть все, что характерно для молодежного стиля. Эмоции, энергия, резкость и даже нотки драматургии. В этом году в заочном этапе Всероссийского проекта в движении участвовали танцоры из 48 регионов. Это около 150 команд. В очный этап прошли всего 12. Студенты из Чувашии смогли их обойти. Теперь команда «Иммортал» будущей весной представит наш регион на 30-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Екатерина Орлова, Надежда Александрова, Михаил Солин. Вести Чувашия. 2022 по восточному календарю год голубого водяного тигра. Мы спросили у жителей республики, какие надежды они на него возлагают и какие цели перед собой ставят. Ну вообще я спортсмен и хочу добиться высоких результатов. Я как пенсионер, что хочу пожелать повышения пенсии. Здоровья, только здоровье в нынешнее такое время наше, неспокойное. Счастье. Какие цели ставите для себя в новом году? Жить еще дальше. Новые работы и повышение заработной платы. Для себя какие цели ставите прежде всего? Ну конечно, семья, близкие, чтобы они всегда были живы и здоровы, тем более в такое время. Конечно, хорошего ждем. Тигр животное активное, значит у нас все будет насыщенными мероприятиями, интересными событиями. Хотим спокойно и здорово жить, понимаете? И больше ничего не хотим. Весь январь за уголок Ковчег в столичном парке Николаева будет работать без выходных. Песцы в тех расцветах, обитатели пустыни в закрытых теплых вольерах. Только сурков и тигра в за уголке вы сейчас не увидите. А почему, выяснила Анна Филиппова. Интриги особо не будет. Конечно, символ следующего года тигр – крупный хищник. А парк имени космонавта Николаева детский. Поэтому живого хвостатого полосатого в центре Чебоксар показать сыну или дочке не получится. Хищников больше лисы держать запрещено. У нас есть планы на будущий год. Это рыси. Мы хотим закупить пару котят. Но они не такие большие и разрешены к содержанию в детских парках и зоопарках. Количество животных в парке уже увеличилось естественным путем. В неволе размножаются звери, когда им комфортно. Этот год был для нас очень насыщенный. У нас было пополнение. У нас родился самец оленя Морала. Мы сначала все подумали, что это самочка. Но через две недели обнаружили, что все же это самец. Его зовут Лелик. К нам поселились новые песцы парочка и мраморные лисы. Теперь у нас есть вся коллекция, вся цветовая гамма наших лис. Начиная от рыжего, заканчивая полностью белоснежными песцами. Сейчас зимой мы часть зверей переместили в теплые зимние вольеры на зимовку. Сурки уснули уже, наверное, месяца полтора или два назад. Будем ждать весны. Радуга из песцов. Зрелище пока для чебоксарцев экзотическое. Еще более странно видеть жителей пустыни посреди зимы. Суркаты активно ждут угощения, а рядом черепахи в своем темпе гуляют по теплому вольеру. Но зима диктует свои законы. Некоторые звери уже впали в спячку. Два месяца назад уснули сурки. Для них ковчеги подготовили специальное помещение. Увидеть этих зверей можно будет только после их пробуждения весной. Анна Филиппова, Святослав Петров, Вести Чувашия. Таковы вести на сегодня. Хорошего вам вечера. До свидания.